Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Откройте со мной, пожалуйста, Псалтырь, 26-й Псалом. 26-й Псалом. Аллилуйя! Прежде чем мы начнем читать, я хочу процитировать пару мест Писания. Вы знаете, что Иисус, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору. Он выставил их поражение на показ, на всеобщее обозрение, отнял у них силы, превратил их в ничто. Вы скажете, если Он превратил дьявола и бесов в ничто, почему же они вызывают так много проблем? Дело в том, что они побеждены, но еще не находятся в заточении. Однажды они будут в заточении, и они не смогут действовать и влиять на людей. Но то, что они все еще присутствуют, не значит, что они побеждают. Аминь. Иисус лишил их власти над теми, кто принадлежит Богу. Аминь. Порой можно услышать такие утверждения. «Ну, мы все дети Божьи». Это неправда. Бог – Творец всего человечества, но Он не является Господом всех людей. Он заплатил цену, чтобы быть спасителем для всех, но каждый лично должен принять Его, чтобы принадлежать Ему. Аминь. И это то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы это сделал каждый человек. Это то, чего Бог хочет. Это то, за что Он заплатил. Он полностью заплатил за грехи. Аминь. Бог не держит зла на грешника за его грех. Он заплатил цену за его грехи. Но Бог не может действовать в жизни какого-либо человека без приглашения. Бесы и демонические силы действуют без приглашения, но не Бог. Аминь. Бог приходит только по приглашению. Поэтому, принимая Его, мы становимся Его детьми. Когда мы становимся Его детьми, с нами происходит что-то чудесное. В нас входит Божье естество. В нас входит Божья жизнь. Мы обретаем совершенно новую природу. Мы получаем абсолютно новый дух. Духа, в котором была смерть и грех, больше нет. У нас абсолютно новый дух. В первой главе Колосся нам сказано, что Он избавил нас от силы тьмы, власти тьмы, и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Вот почему у дьявола нет силы над нами или власти над нами. Потому что мы больше не принадлежим Его царству. Аминь. Иисус отнял у Него власть. И мы больше не принадлежим Его царству. Мы принадлежим Богу. Мы принадлежим правильному царству, Божьему царству. Аминь. И все, что в царстве Божьем, стало нашим. А от всего, что в царстве дьявола, мы избавлены. И оно не имеет над нами никакой власти. Но дьявол рассчитывает на невежество. Он рассчитывает на невежество людей. Людей, которые не научены. Людей, которые не учились. Людей, которые не знают истины Слова. И Он пользуется этим преимуществом. Аминь. Он одурачивает их, лжет им, обводит их вокруг пальца, обманывает их, заставляет думать, что они подвержены Его воздействию. Но Он побежденное существо, и мы это знаем. Аминь. Он как задира на детской площадке. Аминь. Бывает, какой-то задира на детской площадке запугивает других детей. Именно так поступает дьявол. Он устрашает, пугает людей, держа их таким образом под своим контролем и господством. Но как только человек взывает, чтобы принять Иисуса как своего спасителя, это конец задири в его жизни. Аминь. Мы выводим Его на чистую воду, понимая, что это был всего лишь блеф. Аминь. Он все еще пытается разыгрывать из себя задиру, но поймите, что Он блефует. Аминь. Он побежден. Я говорю, Он побежден. Один из переводов говорит, превращен в ничто. У Него больше нет никакой силы, никакой власти над вами. И Он рассчитывает на то, что люди откажутся от этой истины или так никогда и не поймут этого. Чтобы Он мог их дурачить, обманывать. Аминь. Итак, нам нужно осознать, что победа полностью нам принадлежит, потому что Иисус превратил дьявола в ничто и дал нам полную власть. Над бесами и дьявольской силой, над этим миром, над нашей плотью, у нас есть власть. Над тремя сферами. Нашей плотью, этим миром и дьяволом с Его Царством. У нас есть полная власть над всем этим. И нам нужно применять власть в этих трех сферах. Над своей плотью, потому что иногда вы спотыкаетесь просто о свою плоть. Дела плоти, знаете? И нам нужно взять власть над своей плотью. Также Дух этого мира, этот окружающий нас поток пытается сделать нам подножку. И, конечно, дьявол и его бесы пытаются заставить нас приткнуться. Но у нас есть власть над всеми тремя. Аминь. Наша власть тотальна. Что это значит? Иисус сделал нас господами. Дьявол в нашей власти. Мы господствуем над Ним. И как только мы разобьем в себе это понимание, дьявол больше не сможет нами помыкать. Но дьявол надеется, что люди не придут к этому пониманию. Что они останутся в невежестве в этой сфере. И он сможет продолжать их изводить и обманывать. Аминь. И помыкать ими. Но мы вошли во свет. И мы не только вошли во свет, мы ходим во свете. Аминь. Мы применяем свою победу над дьяволом. Теперь 26-й псалом, 11-й стих. Здесь сказано. «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих». То есть у вас есть враг, но он пораженный враг. Каждый раз, когда вы думаете о дьяволе, важно перед его именем и перед любым его наименованием ставить слово «пораженный». Пораженный враг. Пораженный противник. Пораженный дьявол. Он побежден. Никогда не думайте о нем без слова «пораженный». В расширенном переводе в Псалме 26, 11 сказано. «Научи меня, Господи, пути Твоему, и веди меня по простой и ровной стезе из-за врагов моих, которые подстерегают меня». Расширенный перевод говорит, что эти враги подстерегают нас. Чего они ждут? Они ждут, чтобы вы сложили свою власть. Чего они ждут? Они ждут, чтобы вы были невнимательны. Они ждут, чтобы вы потеряли бдительность. Потому что дьявол постоянно ищет вход. Он постоянно ищет, через что бы повлиять на вашу жизнь. Но вы просто будьте внимательны. Аминь. Просто будьте внимательны. Бодрствуйте. Бодрствуйте. Будьте внимательны. Я вам скажу, один из величайших ключей в успешном воспитании детей – это быть внимательными. Знать, где ваш ребенок, с кем он общается, с кем проводит время. Как только вы перестанете быть внимательными, дети собьются с пути. Ну и как только вы перестанете быть внимательными к своей жизни, перестанете уделять внимание разным сферам жизни, дьявол не прозевает точку доступа. Он ищет невнимательного человека, ищет того, кто отложил в сторону жизнь праведности, ищет того, кто не ходит в своей власти. Он ищет мишень. В иврите слово, переведенное как «враги» в этом стихе, «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих», означает «те, кто наблюдает за мной». Что это значит? Дьявол наблюдает за вами. Нечистые духи наблюдают за вами. Не бойтесь. У них нет власти над вами только от того, что они за вами наблюдают. 22 Псалом говорит нам об этом. В 5 стихе. «Ты накрываешь стол для меня в присутствии врагов моих». Аминь. Да, враг присутствует, но Бог накрыл стол совершенной победы, полного обеспечения. Поэтому он говорит, не будьте поглощены присутствием врага. Не будьте поглощены обстоятельствами вашей жизни. Не будьте поглощены симптомами. Не будьте поглощены приходящими мыслями. Не будьте поглощены всем этим. Будьте поглощены столом обеспечения, который Бог накрыл вашей жизни. Он находится в Слове, трапеза Его Слова – это полный стол со всем, что Бог вам обеспечил. Аминь. Итак, здесь мы видим, что нас не должно впечатлять присутствие врагов. Ну и что? Кто из вас знает, что футбольная команда не может победить, пока не заявится соперник? Так? Нужен соперник, чтобы быть победителем. Аминь. А Иисус победил дьявола так, что он может заявляться, сколько ему влезет, но он заявляется как побежденный враг. Он приходит как побежденный соперник еще до того, как произойдет какое-либо взаимодействие. Возьмем для примера боксеров. Они себя настраивают. И, конечно, спортивные команды поступают так же. Они себя настраивают, прежде чем выйти на поле. Мы победим. Сегодня мы победим. Сегодня я одержу победу. Они не выходят на поле в подвешенном состоянии. Они уже выбрали свою позицию. Образ мышления. Но видите ли, многие из них просто психологически накачивают себя, так как кто-то из них выйдет проигравшим. Две команды выходят на поле с менталитетом победителя. Но одна выходит с поля с поправками к этому менталитету. Но мы выходим на арену жизни с абсолютной победой. И нет никаких «если и» или «но» в вопросе победы. Почему? Потому что Иисус победил дьявола, передал нам победу и сказал, «Вас окружают враги?» Ну и что? Ну и что? Ну и что? Вы решаете, насколько большим будет дьявол. Вы решаете, насколько большим будет дьявол. Если он мал в ваших глазах, таким он и будет в вашей жизни. Как вы о нем думаете, так он и будет с вами обращаться. Если вы боитесь его, он будет поддерживать этот страх. Но я вам вот что скажу. Он побежден. И никогда не думайте о нем никак иначе, кроме как о побежденном. Аминь. Слава Господу. Итак, слово говорит нам. Бог накрыл стол для нас прямо в присутствии наших врагов. Вы уже слышали от меня об очень важном образе мышления. Если уж враги присутствуют, заставьте их смотреть, как вы вкушаете свою победу. Заставьте их смотреть, как вы сидите за столом. Не вставайте из-за стола и не занимайтесь врагами. Оставайтесь за столом спиной к врагам. Как Иисус обращался с дьяволом, когда он оказывался рядом? Я помню, что он сделал с Петром. Помните, когда Петр стал говорить неправильные слова, слова врага, Иисус повернулся к нему спиной. Знаете, вы сидите за столом, а дьявол не за столом. Значит, вы сидите спиной к нему. Вы за столом. Враги наблюдают за вами. И не обманывайтесь. Они дожидаются возможности. Не давайте им возможности. Павел сказал в Ефесянам 4, 27. И не давайте место дьяволу. Видите, вы не могли бы дать ему место, если бы он не присутствовал. Но то, что он присутствует, еще не значит, что он побеждает. Проигравшие тоже всегда приходят на игру. Он проигравший, и он приходит. Он присутствует. Он ищет возможности. Чего он дожидается? Он ждет, чтобы вы дали ему преимущество. Иисус забрал у него преимущество. И он ждет и ищет способов вернуть себе преимущество. Неправильные слова дают ему преимущество. Неправильные слова дают ему возможность. Поступки, не соответствующие Слову Божьему. Посещение неправильных мест дает ему возможность. Неправильные разговоры. Проведение времени с неправильными людьми. Кто такие неправильные люди? Люди, которые не любят то, что вы любите. Люди, которые не любят свет. Люди, которые не ходят во свете. Мы любим людей, но мы не проводим время с такими людьми. Мы оказываем им помощь, но не проводим свою жизнь с ними. Аминь. Мы предлагаем помощь. Мы предлагаем Слово. Аминь. Аллилуйя. Итак, дьявол ищет возможности повлиять на вашу жизнь. Он ищет вход. Он ищет себе место. Если вы дали дьяволу место, вы можете забрать то место, которое вы ему дали. Что же дает дьяволу место? Как насчет приступа гнева, злости. Дьявол наблюдает. И он будет окружать вас ситуациями, провоцирующими ваш гнев. Потому что дьявол следит за вашим поведением. Он присутствует. Он наблюдает. И, видя, что вы сплетник, он окружит вас людьми. Он будет отправлять к вам людей, чтобы спровоцировать ваши сплетни. Почему? Потому что это постоянный доступ для него. Потому что это против Слова. Аминь. Что, если он видит, что вы подвержены страху? Что, если он видит, что когда вы ночью дома одни, вы постоянно проверяете двери, выглядываете в окно, чтобы удостовериться, что никто не нападет на вас? Дьявол видит это поведение. И он будет постоянно нажимать на эту кнопку страха. Почему? Потому что он наблюдает. Я говорю, он наблюдает. Но заметьте, в 11 стихе 26 Псалма перечислено два вида защиты от присутствующего врага, который ищет открытую дверь. Первый. Научи меня пути твоему. Так тут сказано. Научи меня пути твоему. Когда мы поступаем так, как учит Бог, у дьявола нет доступа. Если же мы поступаем по-своему, просто выполняем свой план, делаем то, что мы хотим, совершенно не беря во внимание то, что говорит Бог, то это наш путь. И он даст дьяволу возможность. Наш путь даст дьяволу доступ к нашей жизни. Поэтому тут сказано. Научи меня, Господи, пути твоему. Потому что когда мы идем Божьим путем, живем так, как он направляет, мыслим согласно Божьему образу мышления, то для врага дверь закрыта. Он не может проникнуть, не может ничего сделать. Хотя он и присутствует, у него нет доступа. Аминь. И далее у нас есть вторая защита от присутствующего врага. Здесь сказано. И наставь меня на стезю правды. Когда мы идем той стезей, которую Бог запланировал для нашей жизни, и остаемся верными этой стезе, опять-таки у дьявола нет никакого доступа. Аминь. Важно, какой стезей вы идете в жизни. Это важно. Вы можете выбрать стезю своих родителей. Вы можете выбрать стезю своих друзей. Вы можете пойти стезей, которую сами придумали, но на ней вы столкнетесь с разочарованием. У дьявола будет доступ. Я хочу, чтобы вы знали, если мы будем заинтересованы поступать Божьим путем и направить свою жизнь по той стезе, которую он нам предназначил, мы всегда сможем держать дверь закрытой для дьявола. Дьявол никогда не сможет проникнуть. Вы понимаете, никогда, никогда, никогда не сможет проникнуть. Аминь. Слава Господу. Теперь откройте со мной, пожалуйста, филиппийцам, первую главу. Филиппийцам, первая глава. Двадцать восьмой стих. Филиппийцам, 1, 28. Здесь сказано следующее. «И не страшитесь ни в чем противников». Можем сказать вот как. «И не страшитесь ни в чем присутствующего врага». «Не страшитесь ни в чем противников». Это для них есть предзнаменование погибели. Слово «погибель» значит «обреченность». Предзнаменование значит «знак». То есть он говорит, «если вы не страшитесь своих противников, это знак для них, что они обречены». Это знак для них. Вы обречены. Вы поражены. Это как неоновая вывеска, мигающая над каким-нибудь зданием. Всякий раз, когда вы не боитесь, это мигающий знак для дьявола. «Ничего не вышло». «Я обречен на поражение». «Я не могу победить». «Они знают, что я побежден». «А для вас спасение». «То есть, когда вы не боитесь, это мигающий знак». «Я победил». «Это знак». «Я победил». «И мне не важно, что вы чувствуете. Вы можете победить до того, как почувствуете победу». Помню, много лет назад я проходила сезон испытаний. Я ходила по этому участку земли еще до того, как было построено это здание. И тут был холм, и я прохаживалась по нему, и молилась, и проводила время с Богом. Я искала Бога, потому что казалось, что я застряла в том сезоне, который я проходила. И ко мне пришло Слово Господне, потому что я ощущала давление. Я ощущала атаку на разум. Я чувствовала все физически, ментально. И ко мне пришло Слово Господне. Бог сказал мне, «Я уже видел, что будет в конце, и ты победила». Если вы схватитесь за это, это повлияет на ваш подход к тому, с чем вы сталкиваетесь. Библия говорит, что Бог от начала знает, что будет в конце. Что это значит? Уже в начале чего-то Он видит, что в конце. Почему? Потому что Он вечный Дух, не ограниченный временем. Он уже видел, что Иисус сделал с дьяволом. И Он уже видел, как эта победа одержана и применена к вашей ситуации. И Он видит, что все закончится победой. В конце вас ждет триумф. В конце вы победите. И не важно, что будет по пути. Каким будет процесс одержания этой победы. Просто знайте, что к финишу вы придете победителем. И Бог сказал мне, я уже видел, что будет в конце, и ты победила. Вы знаете, что это и есть вера. Жить на основании того, что видит Бог, а не того, что видите вы. Он уже видел ваше исцеление. Он уже видел вашу победу. Он уже видел ваше обеспечение. Почему? Потому что Он уже это обеспечил. И вера – это просто жить согласно тому, что Он видит. И Он говорит нам, я уже обеспечил все твои нужды. Хорошо, я верю в это. Когда кажется, что это не так, я верю в то, что видишь ты. Слово – это Он говорит нам, что Он видит. Аминь. Поэтому, с чем бы вы ни столкнулись, Он уже видел, что в конце, и вы победили. И для меня это было поворотным моментом, потому что я стала подходить к той ситуации, не исходя из того, что я чувствовала, а исходя из того, как все уже выглядело в конце в духовном мире. Аминь. В расширенном переводе «Филиппийцам 1.28» сказано, «Не на мгновение». Послушайте. «Ни на мгновение не страшитесь, не пугайтесь ни в чем ваших оппонентов и противников, и мы можем сказать тех, кто присутствует. Поскольку это постоянство и бесстрашие с вашей стороны будет для них явным признаком, доказательством и печатью их неминуемого уничтожения. Но ваше постоянство, ваша непреклонность, то, что вы не страшитесь, не пугаетесь, не боитесь, будет верным знаком и свидетельством вашего избавления и спасения. И это от Бога. Ваше спасение от Бога. Оно не от ваших усилий. Оно не от ваших способностей. Ваша победа от Него. Аминь. Вам нужно понять. Дьявол и бесы не всеведущие. Бог всеведущий. Но дьявол и демонические духи не всеведущие. Они не знают ваше сердце. Они не знают ваш дух. Аминь. И они могут лишь наблюдать за вашими действиями, слушать ваши слова и следить за вашим выражением лица. Потому что ваше лицо говорит им, во что вы верите. Если у вас вытянутая физиономия, они знают, он в наших руках. Аминь. Если они слышат, как в телефонном разговоре вы говорите кому-то, «Я боюсь, что это случится. Я боюсь, что то случится». Наблюдающие за вами ищут доступ. И когда вы говорите, что вы боитесь, они просто будут сжать на эту кнопку, погонять вашу жизнь этим. А это значит, проснувшись утром, не вставайте в депрессии. Враги следят за вами. Они ищут вход, чтобы принести неприятности в вашу жизнь. И когда вы встаете грустными и удрученными, и по вам видно, что вы подавлены, тогда они радуются, веселятся и смеются над вами. И они сделают все, чтобы способствовать этому вашему состоянию, усилить его. Аминь. Они следят за вами и пытаются напитать ваш ум страхом, напитать ваш ум унынием. Важно, чтобы, проснувшись, вот это выглядело так, словно оно знает Бога. Чтобы по нему было видно, что слово – истина. Что это значит? Это значит проснуться в радости. С чем бы вы ни столкнулись, просыпаясь, радуйтесь, потому что это знак для дьявола и злых духов, наблюдающих за вами, что их план провалился. То, что они планируют и замышляют против вашей жизни. Пусть замышляют, пусть планируют. Это не важно. Мы избавлены от их царства. И у нас должно быть лицо того царства, к которому мы принадлежим. А это значит не ходить в печали, лишь бы привлечь внимание людей. Потому что вы привлечете внимание не только людей. Вы привлечете внимание злых духов, которые следят и наблюдают за вами. А такое внимание вам не нужно. Аминь. Слава Господу! Будем радоваться и славить Бога, и благодарить Его за имя Иисуса, за кровь Иисуса, которая нанесла полное поражение царству тьмы. Будем радоваться тому, кто мы, и тому, что у нас есть, и вложим это в свои уста, как бы мы себя не чувствовали, что бы ни шло против нас. Пусть наблюдают за нашим знанием Слова. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Дюфрейну! Продолжение следует...